Добрый день, друзья, дамы и господа. Рад вас приветствовать в Сангейтс, Казань. Поприветствуем Ольгу Владимировну и Майкла Мелехова. Сегодня мы разбираем тему ангелы. Ольгу Викторовну. Да, Ольгу Викторовну. Поэтому разбираем сегодня тему ангелов. Ольга Викторовна. Да. Да. Всем добрый день. Давайте, Ольга Викторовна, прежде чем мы начнем, приступим. Давайте два слова я скажу. Значит, давайте даже точнее я покажу еще раз. Мы сейчас находимся на канале центра Сангейтс. Главный канал у нас центра Сангейтс Чикаго, а мы сейчас на канале центра Сангейтс Казань. Вот видим, да? Вот мы видим сейчас эту картиночку. Вот у нас сейчас, мы видите, да, программы, которые были, программа, которая идет вот сейчас, так. И речь идет у нас, как мы уже это с вами говорили, речь идет у нас презентация нового курса, которая начинается в следующий вторник, уже 28 апреля. Начинается в двух группах. Начало 17 московского базового группа, время занятия 1 час и углубленных знаний курса. Это 18-15 по московскому 2 часа. Разумеется, объем материала, в принципе, они не имеют значения базовое или углубленное. Степень подготовки студентов одинаковая. И вот здесь у нас есть модуль. Поэтому есть разные варианты включения в этот курс. Есть разные варианты. И первый у нас был эфир, который мы разбирали познание себя. Ну, очень коротко, разумеется, поскольку это просто подготовка к этому курсу. А сейчас идет модуль 2, видите, общение с ангелами. Сергей у нас, Андреевич, он главный на этом канале, он ведущий этого канала. Поэтому вопросы к нему, ну или на главный канал, я имею в виду, Центр Сангейс, к нам, как вы привыкли. Это не имеет значения, в принципе, большого. Вот. И вот у нас вот такие будут вопросы. Сергей их будет задавать Ольге Викторовне. Ну, а у нас первый вопрос вот от меня. И у нас есть два человека, студенты, которые хотели, просто они пишут. Мы хотим, нам слова не дают, а мы хотим поделиться. Это студенты курса Ольги Викторовны. Я, по-моему, первого, второго года обучения. И вот они хотят поделиться, они у меня на связи. Но я хотел бы, прежде чем мы к ним приступим, у нас есть время сегодня. Я хотел задать, Ольга Викторовна, вам вопрос вот по этому поводу. По этому поводу, опять же, приходится, к сожалению, об этом говорить. Мне сегодня пришла ссылка на очень интересную программу академика Валентины Мироновой. Что вот это такое? Мы с этого начинаем каждую программу. Что-то изменилось за эту неделю, что-то не изменилось. Но кроме количества вот этого всего, то, что у нас сегодня происходит. То есть, видите, стоят нули, новые кейсы, видите, сплошные нули стоят. Смотрите. То есть, я не знаю, насколько это правдиво. Вот одни нули, да? То есть, как бы, нету новых случаев. Значит, возможно, это все уйдет на спад. Как вы считаете, Ольга Викторовна? Еще раз здравствуйте. Ольга Викторовна. Ольга Викторовна. Ольга Викторовна, слышно или нет? Похоже, она не слышала. Сейчас ей звонят, сообщают, что она не слышит вопрос. Ольга Викторовна, ты слышала вопрос или нет? Да. Просто Майкл говорит, я его слушаю. А, заслушалась, да? Все, я молчу. Я молчу. Майкл, еще раз. Что происходит в мире сегодня, за эту неделю? Что-то нового произошло? Смотри, новые случаи, new cases, нули стоят. Может, уже все закончилось? Сейчас слышно. Видимо, интернет подвисает все-таки. Интернет подвисает, да. Ну, поехали. Вопрос не слышала. Еще раз. О, нового в мире. Идет на уголь вот эта истерия несчастная. Или что-то поменялось, или что-то новое есть. Вот как вы видите, что в мире происходит? Может, люди стали с ангелами общаться, посмотрели наши программы. В каких цифровах, нули наши модули, посмотрели, стали общаться с ангелами. И нету новых случаев, смотрите. Здорово. Что нового. Да. А, все-таки, понятно, все-таки, ага, ага, понятно. Ну, смотрите, можно, конечно, отслеживать две линии, может, отсмотреть свою реальность конкретно, да. То есть мы обучаем людей для того, чтобы они смотрели потенциал своего будущего, в какой ветке они развиваются. Если им интересна ветка своя, пятого измерения, они ее отсматривают. Им совершенно не обязательно знать, что происходит в третьей плотности. Ну, то есть они как-то без нее хорошо проживут, и им не нужна оттуда информация. Если вы хотите узнать что-то, что происходит в третьей плотности, то, конечно, запрос можно дать и туда тоже, и развернуть картинку, да. Но здесь нужно быть очень беспристрастным зрителям и осознавать, что каждый сам себе заказал определенный спектакль, каждый хочет пройти свой путь, вернуть себе свои прошлые игры и поиграть в них еще раз. Ну, мы уважаем выбор каждой души, мы с уважением относимся ко всем, поэтому предоставляем им возможность жить так, как они считают нужным, ставить свою реальность и участвовать в ней. Здесь нет никакого осуждения, нравится, играем. Мне бы хотелось все-таки для учеников дать картинку нашего пятого измерения, то есть что нас ждет, да, то есть какие мы, в каком месте у нас прорыв, да. Мы можем говорить о том, что нас, ну, слово бояться, может быть, не надо, так сказать, но нас вытесняют на такие задворки, где, чтобы мы не примешивались с никаким группом людей. То есть нас не пускают ни в больницы, ни в какие-то предприятия, ни на заводы и так далее, потому что мы можем, ну, своим светом, скажем так, испортить людей. Ну, условно говоря, испортить, да. Поэтому под наше свечение, конечно же, нежелательно ставить людей третьей плотности, поэтому, ну, как бы отдаляют, да, то есть изолируют таким образом, чтобы не соприкасались две реальности между собой. И для них это, видимо, представляет очень серьезную опасность, потому что достаточно одного столба и какая-то часть, ну, там, может быть, тысячи или две тысячи человек завтра перестанут испытывать страх. Тут вся катавасия затевалась для того, чтобы получить несколько мегатонн страха. А тут, значит, если кто-то появился и будет распылять свое световое присутствие, вообще это, конечно, не входит в их планы, поэтому они стараются всех, все световые столбы вытолкнуть куда-нибудь подальше и не взаимодействовать ни в коем случае с ними. То есть в этом смысле, да, мы почувствовали свою, как бы, отторженность, что ли, так сказать, да, то есть получили абсолютную свободу, конечно, мы перемещаемся так, как мы хотим, но тем не менее, если вдруг появляется какое-то, значит, желание куда-то пойти и что-то сделать, то в этом пространстве убирают всех людей. Ну, то есть чтобы мы свободно проникали в любое пространство, могут из магазина убрать всех людей, чтобы мы пришли и никого там не успели, да, задеть своим светом. Убирают и могут убрать из поликлиник, из больниц, то есть чтобы мы беспрепятственно проходили. То есть в этом смысле, конечно, да, есть какой-то плюс, да, соответствующий. Ну, и понятно, что если они ставят материализацию на определенное пространство, и если мы там побывали и поставили свою материализацию на это же пространство, то надо понимать, чья мысль материализуется, да. Ну, раньше их мысль материализовывалась на этом пространстве, да, такое было. Сегодня нет. Поэтому, конечно же, они, не сказать, что терпят поражение на всех направлениях, но вот в каких-то местах, да, у них что-то не получается, не сращивается. У нас, в принципе, идет, ну, так сказать, мягкая, так сказать, война, да, за эмоцией, да, то есть за человеческую энергию. Поэтому на каких-то местах им удается отхватить кусок, и достаточно жирный, особенно если они начинают информировать людей о том, что вы будете вакцинированы, чипированы, вы будете, значит, переселены в Китай. Даже такая информация, она сумасбродная, но тем не менее она есть. То есть вы будете жить в резервации за колючей проволокой и так далее. То есть в таких роликах и всякого разного этого мусора достаточно полный этот весь бред, он существует, то есть вот и попадает в головы людей, да, то есть какая-то порция страха, она все-таки снимается, да, от урожая. То есть они могут себе это получить. Если, конечно, у людей, да, появится какое-то желание остановить внутри себя, да, эти порции страха, ну, конечно, мы всех милости просим, приходите, мы научим и расскажем, как. Но вот я столкнулась, люди, значит, приходят и про своих родственников рассказывают, в какие игры они играют, значит, во что они там вряпались, и как ему там интересно и нескучно живется. Понятно. Да, Майкл. Хорошо. Дорогие друзья, у нас сегодня запланировано выступление двух студентов курса Ольги Викторовны, годового курса. И у нас не, как раз-таки студенты, они проживают не на территории постсоветского пространства, не в России, и это тем более любопытно послужит. И вот у нас первая такая студентка, ее зовут Марина, она, мы сейчас с ней общаемся, она живет в Италии, конкретно в Венеции. И вот я хотел бы сейчас ей задать несколько вопросов, и она с нами поделится самим курсом и вот то, что происходит в Италии. Марина. Да, добрый день, я здесь. Да, добрый день, добрый день. Рад слышать, рад приветствовать. Ну, давай, расскажи, ты в Италии, в Венеции. В Венеции много воды. Вот я бывал в Венеции, там много воды. Вот, вода, она запоминает, может быть, связано, ну, опять же, Италия, она же находится, так сказать, Дриатрическое море, там тоже вода. Может быть, это все хранит какую-то информацию? Это такой какой-то эзотерический, возможно, вопрос. Ну, вот расскажи сама, что происходит сейчас в Италии, как люди там относятся, почему так много случаев, и процент, к сожалению, смертей от этого заболевания гораздо выше, чем, скажем, на других территориях, европейских или американских. Ну, и опять же, поделись, да, своим пониманием, вот, помог ли этот курс. Обязательно. Да, Венеция, конечно, уникальнейший город, он окружен везде водой, и он хранит свою память, это безусловно. Ну, если говорить о памяти и о воде, у меня лично было мое погружение по регрессии, где я наблюдала и изучала себя, свое прошлое, и меня занесло 1500 год, где я была художником, моя жизнь была очень интересна, я это все видела. И я, когда делала это погружение, я находилась на одном из островов и просто была на улице, на лавочке, сидела и смотрела на лагону. И погружение настолько было глубоким, что я ощутила даже тот период настолько глубоко, я даже увидела свой дом, я увидела, где я жила, и я потом, мать, нашла этот дом. И вы не представляете, какие были у меня эмоции внутри, что я сейчас, меня сейчас опять начинает погружать вот это все. Потому что я это делаю очень легко. И это все, наверное, благодаря той же воде, которая действительно несет и хранит всю информацию, потому что мои глаза были там. И когда я хожу по Венеции, я всегда смотрю на каналы, я всегда смотрю на воду, я очищаюсь. Природа очень хорошая. Вообще Венеция, она вся погружена в любви, в воде. Опять же, было у меня еще одно погружение, где я видела, что Венеция вся окружена любовью. Она окружена всем розовым, таким энергией розовой, которая просто висит над Венецией. И не зря в Венецию приезжает очень много людей, которые хотят заключить свой брак с разных стран мира. Надеюсь, что это возобновится, и все вернется опять так же, как и было, и все возобновится в любви. Коронавирус сейчас закрыл всех строго сидеть дома. Люди действительно сидят, они не выходят. В Венеции есть ролики в интернете, она совершенно пустая. Дезерто, комплект. И люди не то, что они боятся, они выходят, выходят сделать свои покупки в магазин, они не разговаривают, держат дистанцию. Я бы не сказала, что есть у людей какой-то страх от того, что творится вокруг. Хотя именно Виталий, конечно, передают по телевидению, по каналах, постоянное количество смертей, столько-то, столько-то они постоянно росли. Сейчас немножечко приостановилось это. Люди немножечко тоже успокоились. Большинство вымирают людей старых, так как они передают по данным, которые в больницах, которые тоже говорят, что они заражены вирусом. Насколько это правда, мы знать не можем, но данные достаточно большие по Италии, конечно. Будем надеяться, что это все закончится быстро, потому что Италия страна туризма, Италия страна искусства, и она должна возродиться, вернуться обратно на свое прежнее место. Это будет. Марина, спасибо большое. А вот вопрос по курсу. Как изменилось то, что ты сейчас описываешь, это просто невероятно, это потрясающая информация, и это как раз информация, не просто она в интернете, где-то как-то что-то кто-то рассказывает, а это человек, который в центре, во-первых, эпицентре, будем так говорить, второе, человек, который проходит вот эти трансформации целый год, ты обучалась на курсе, и сейчас опять у нас начинается Новый год. Вот что произошло именно в этом плане, что ты стала больше понимать, меньше? В этом плане произошло очень многое, Майкл. Ольга Викторовна, если она меня слышит, добрый день еще раз к вам, и хочу вам выразить большое благодарность именно сейчас. Благодаря этому годовому курсу, он казалось, я помню, когда только начиналось тогда, год назад, мой месяц, и казалось, боже мой, целый год. Но на самом деле это так мало, просто невероятно, ну это очень мало, это вообще ничего, потому что когда ты работаешь над собой, и все, все то, что давала Ольга Викторовна, это проживалось больше, чем была прожита моя личная жизнь. Я за этот год прожила, не знаю, 10 раз больше самой моей жизни, потому что столько было погружений в медитации, столько было осмыслений всяких. Я лично для себя взяла очень эффективный урок, это мое двухсекундное проживание моих эмоций. Я это очень хорошо поняла, и казалось, что такое две секунды, вообще ничего. Но на самом деле они настолько дороги, они настолько несут тебе твоих осознаний, потому что когда ты проживаешь какие-то деструктивные эмоции, начинаешь их развивать, естественно, начинает возрождаться твоя карма. Именно вот эти две секунды, как когда-то сказала Ольга Викторовна, достаточно две секунды. Боже, думаю, две секунды, аж так же можно справиться с двумя секундами. А на самом деле, действительно, если ты остановишь свои эмоции в две секунды, деструктивные эмоции, они не идут дальше, они действительно проживаются, и они не повторяются. Это очень классный урок и очень эффективный. Потом я, конечно, на курсах научилась работать с лучами, научилась понимать, раскручивать свои чакры, но это очень большая практическая работа, очень большая над собой. И я поняла с Ольгой Викторовной, что такое, я открыла у себя прановую трубку, я вообще не знала, как она состоит, но мне удалось даже её ощутить, как она у меня работает. Я ощутила её, Ольга Викторовна, представляете, я знаю, что такое прановая трубка, она у меня работает, она у меня ещё не очистилась, потому что я работаю над ней, я постоянно и делаю практики, но она уже у меня двигается, я чувствую движение по ней, это фантастика, это благодаря вам я это сделала. И многое другое. Чакры, конечно, над ними тоже я их раскручиваю, это тоже большая работа, но это всё практика, и это нужно делать, конечно, над собой нужно работать. Очень многое дала Ольга Викторовна, просто невероятные знания, большое вам спасибо, и просто вам низкий углом. И вам, Майкл, благодарность от сердца величайшая, за организацию, просто бесподобно. Большое вам спасибо. Марина, да, благодарю, благодарю, очень интересно, очень интересно, очень позитивно, и самое главное, что действительно это то, чего в принципе человек может добиться своим собственным трудом, если он хочет меняться. Это самое главное. Мы благодарим тебя, успехов, доброго здравия. Спасибо. И вам просветания, спасибо. Да, рано или поздно всё когда-нибудь заканчивается, и даже это, сказал царь Саламон, посмотрев на свой персень. Нет, мы заканчивать ничего не будем, мы будем только жить и продолжать. Я про коронавирус. Это так, обязательно закончится. Да, вот. Удачи вам. Да, благодарю. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. Дорогие друзья, это была Марина Жобноч, её фамилия. Кто хочет, может связаться, и у нас есть ещё, вот прямо раз пошла такая волна. Давайте мы ещё попробуем поговорить с Ланой. По-русски это Светлана. Сейчас, если она соединится с нами, нет, тогда чуть... А, вот есть. Светлана у нас живёт во Франции. Алло. Светлана Ивановна. Алло. Да, здравствуй. Здравствуйте. Я вас не вижу. У вас нет видео? Нет, у нас нет видео. Мы сейчас в программе с Ольгой Викторовной на канале Центра Казань, YouTube-канале Центра Казань. Замечательно выглядишь, несмотря на коронавирус. Это... Да. Это... Дорогие друзья, вы не видите, а я вижу. Ну, не знаю, как показать. Можно показать. Давайте я сейчас попробую включить и покажу эту замечательную нашу студентку. очень... Сейчас вот Ольга Викторовна тоже увидит. Сейчас придётся мне включить тогда видео. Вот. Вот. Теперь все видят. Теперь все видят. Ну, хорошо. Светлана. Светлана или Лана? Как правильно? Как лучше? Не важно? Светлана. 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 Прекрасно. Светлана, как дела во Франции? Ты где, в Париже или где? В другом городе? Я живу под Парижем. Маленький городок, который называется Шатион. Намного поменьше Парижа. И... Да, вот. И вы хотели... Да. Я хотел спросить, как тот же вопрос, который мы сейчас задавали Марине, которая живёт в Италии. Как у вас дела в частности в... Ну, под Парижем, Париже, не знаю, вообще в целом Франции? Ну, это первый вопрос, коротенький, да? Ну, а самое главное, какие реализации, в общем-то, были после прохождения курсов? Ты, наверное, по-моему, два курса прошла годовых, да? И училась на других, и училась на других. Ну, да, я училась сначала Еленой Смирновой два года, и затем вот один год у Ольги Викторовны. Второй год. И собираюсь пойти на третий. Вот, видите, как здорово. Ну, хорошо, так как там ситуация у вас? Я, например, замечаю только положительные моменты, просматривается во всем этом какой-то план, конечно, во всем, что происходит вокруг. Я, если вот замечать положительные моменты, это то, что люди вначале, конечно, у нас тоже сильно испугались, побежали в магазины, разобрали, думаю, как везде во всем мире. А сейчас, смотрю, люди более расслабленные, ходят тоже, на улицу выходят, даже спортом занимаются, просто, когда выходят, то нужно выписывать себе документ. Когда ты выходишь с документами, все как нужно. Люди, конечно, уважают дистанцию, люди более расслабленные. То есть, если не выходят, то тоже из-за уважения к тем, чтобы не заразить более пожилых людей. Например, я заметила, над Парижем стало чистое небо, очень чистое, воздух стал кристальный, чистый, вообще, как такого раньше я никогда, например, не ощущала. Я заметила, природа изменилась. Люди стали как-то... Да, лишний раз, извини, пожалуйста, говорит о том, что все к лучшему, все, что не делается, все к лучшему. И даже вот это, то, что происходит, оно идет очищение. То, что я заметила, это совершенно удивительно. Надо бы индусам то же самое заметить, потому что у них страшная экологическая атмосфера. Ну, хорошо. Да, продолжай, пожалуйста, извини. Люди, я заметила, тоже как-то стали как-то поспокойнее, менее, как сказать, менее агрессивные, более друг друга относятся с пониманием, потому что как вирус, как будто бы людей как-то соплотил вместе. Например, у всех, на ихних, как на русском сказать, на калитках у людей возле домов у всех такие как бы карточки с нарисованными цветами. Они пишут благодарные, слова благодарности всеми работникам. Вот, это, я считаю, вообще позитивные вещи. И в 8 часов вечера у нас каждый день все люди выходят на балкон и аплодируют медноработникам. то есть это как бы в людях получается какая-то позитивная общая волна. Людей сплачивает что-то позитивное, а не негативное. Вот в этом я вижу позитивные вещи, например. И то, что мы можем теперь сидя дома закончить дела, которые мы никогда не могли закончить раньше. родители больше проводят время со своими детьми. Это тоже, я считаю, очень хорошо. И как детям? Дети в школу не ходят? У тебя же две девочки, да? Да, у меня две маленькие девочки, одна пойдет в школу, другая ходит, но ничего, мы их занимаем, получается, мы больше проводим времени с детьми. Мы каждый день выходим на прогулку, выходим, конечно, держим дистанции, ходим, людей все равно мало, мы сильно много людей не встречаем, мы ходим по маленьким улочкам, где почти никого нет. Поэтому мы как бы делаем маленькую прогулку с ними, вот, но больше времени проводим с детьми. Я считаю, это тоже очень, очень хорошо, причем, когда родители всегда на работе, а дети, дети в садике или в школе. И в этом я вижу тоже позитивные вещи. Люди больше проводят времени вместе. Ну, замечательно, замечательно, хорошо. пара слов о курсе, поскольку у нас программа сейчас должна продолжаться. Да, так вот, что именно конкретно вот курсы, ну, Елена Смирнова, неважно, это все равно университет познания личности, поэтому есть разные преобразователи, цель-то одна познать себя. Так вот, что для тебя вот эти были уже годы, получается, два года уже как минимум, это было, да, вот, что это дало тебе? Я вообще очень счастлива, что попала на ваш канал, и слушаю все время ваши все голоса, мне уже настолько родные, я уже вас слушаю, как большая семья получается. Очень приятно, да, Ольге Викторовне, да, я вначале, помню, я тебе год назад, Майкл позвонила, еще сомневалась, вот, подтянули я курс Ольги Викторовны, например, потому что я слышала, там люди погружаются, как-то все такое, да, вначале было немножко сложно входить в медитации, но со временем, да, у меня стало получаться, я, я так понимаю, я больше, наверное, визуал по медитациям, я очень часто, ну, как бы, комментирую, если вижу что-то в медитациях, я стала больше слышать, и вот последнее время я еще записана на курс Хроники Акаши, что мне нравится, то, что здесь более так глубоко, ну, как изучается тема, как погружение, чтобы получать некоторые ответы и работы с зеркалами, и я начала еще больше, как бы, у меня еще больше получается погружаться, и проще стала анализировать свою, ну, как бы, жизнь, я больше не понимаю, почему у меня в жизни некоторые вещи случались, то есть, как бы, немножко открываются глаза, потому что я поставила себе такую цель, тоже набрать как можно больше вибраций, почистить как можно быстрее каналы, и, как бы, активировать все свои тоже инструменты, чтобы можно было не как слепой котенок идти по жизни, а именно, чтобы ссылаться на себя, как Ольга Викторовна сказала в начале школы, что ее цель это сделать нас, как бы, самостоятельными, чтобы мы могли сами, как бы, к себе, ну, соединяться к своему высшему я, и получать ответ именно от себя, или от своего ангела. Вот. Поэтому... Ну, я понял, я понял. Ну, хорошо, дорогие друзья, Светлана, ты находишься сейчас прямо, так сказать, в живом эфире, мы ведем программу, и это, на мой взгляд, очень и очень ценная информация, которую ты даешь, и лишний раз подтверждает то, что мы на правильном пути, ну, и то, что происходит сегодня в мире, это... это не негативно, это только позитивно. Нет, нет, я не вижу в этом негатив, в этом просматривается какое-то было, но таким всем, тем, как родились, мы все равно как бы заключили контракты, договорились, поэтому... Это... Я лично принимаю эту информацию, поэтому у меня нет как-то ни паники, ни... как-то все... Ну, не знаю, спокойно и ровно, и телевизор я все равно не смотрю. Я слушаю, конечно, новости, чтобы быть в курсе событий, но как-то на меня новости, я их, не знаю, как-то... как-то ровно воспринимаю. Ну, замечательно, замечательно. Светлана, большое спасибо, удачи, всех благ и здорово всем настроения во всех планах. Ну, а мы, да, встретимся уже на курсах и в наших программах регулярно, которые идут в центре. Благодарю тебя, всего доброго. Благодарю вас, спасибо. Все, дорогие друзья, мы провели провели, так сказать, очень интересную, на мой взгляд, две беседы. И что у нас еще есть? У нас есть еще впереди, наверное, воскресенье. Человек так рвется в бой, а этот человек живет тоже не на постсоветском пространстве, живет в Соединенных Штатах, и у него просто невероятные изменения. Он говорит, я не могу не поделиться. Вот за эти два года, то, что вот у нас идут эти курсы, и сейчас начинается третий год, вот о чем мы говорим. Ну, Ольга Викторовна, теперь к вам тогда получается вопрос. как вы предполагали? Вот это вы, так сказать, осисяли, когда мы это все начинали, или оно, так сказать, приходит к логическому своему развитию события? Ну, от того, что ты привыкаешь доверять всем структурам, которые работают над тобой, и доверяешь всем учителям, которые с тобой сотрудничают, от этого просто внимательно наблюдаешь, куда поворачивает дорога, и поворачиваешь вместе с ним. Когда ты получаешь информацию, некоторая информация бывает новая для тебя, и когда ты ее озвучиваешь, ты делаешь для себя какие-то открытия, точно так же, как и остальные ученики. И если говорить о том, чтобы предвидеть, то, конечно, предвидение можно заходить на самые разные планы, можно смотреть потенциалы твоей жизни, можно смотреть потенциал твоего города или твоей страны, можно разворачивать любые картинки, но поскольку в моей задаче здесь на земле было научить людей останавливать свои прошлые игры, менять реальность и запускать новую игру, то есть у меня есть своя собственная задача, поэтому я работаю именно с ней. хотя возможности и способности конечно есть по многим направлениям, если у людей будет большое желание, то можем обучить и выстраивать реальности не только своей собственной судьбы, можно и просматривать и менять в том числе реальности и своих родовых или своих городов. Поэтому можно конечно читать, считывать информацию потенциал, а можно ее менять. Это немножко разные вещи. Если у кого-то есть вспоминания того, какой он был творец, когда он приходил на землю, если кто-то активируется, то можно будет с других планов менять реальность здесь и уже совершать какие-то скачки такие, может быть привлекая большое количество людей. Есть звезда путеводная, которая может другим людям через ментальность рассказывать событий и соответственно люди будут подключаться и визуализировать эту картинку, если она им понравится. Поэтому можем подготовить и таких специалистов, если вдруг кто-то придет и проявит какое-то желание или вспомнит себя как творца. Пока мы сидим ждем. Наша задача активировать все способности которые есть у людей наша задача вытянуть из них все что у них внутри есть и сделать их универсальными скажем так. У нас своя работа если можно так выразиться. Ольга Викторовна да благодарю. Давайте мы проведем речь у нас идет уже сегодня так сказать модуль ангелы который мы разбираем мы вот это продолжим но дело в том что мне надо будет скоро пойти на другой канал где у нас программа с Еленой Порезкой и здесь останется менеджер Сергей Андреевич и давай проведем такую коротенькую медитацию по общению с ангелами поскольку мы все не придут учиться например да хорошо погружение закрываем глаз глубокий вдох глубокий выдох дышим только низом живота п т 100% а либо на вы Когда вы растворяетесь, как свет, и отпускаете свое тело, вы чувствуете плотность энергии, которая вокруг вас. Вы можете пригласить ангелов поближе, чтобы они находились рядом с вами. Вы можете пригласить их потрогать ваши ладони, ваши плечи, окутать вас золотой энергией. И самое главное, вы можете их чувствовать. Когда чистая любовь проникает в ваше тело, ощутите. Позвольте им проявить это чувство. Позвольте им проявить это чувство, о которых она учитывая. Ваше тело, ощутите. Позвольте им проявить это чувство. То есть, обещаю. Появляется semble им проявить это чувство. Появляю. Появляйте его тему. Подавляю. Появляю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вам он необходим, поскольку в детстве вы все время ждали от других людей или любви, или прощения, или восторга. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Позвольте им провести через ваше тело лучи золотой, белый. Продолжение следует... 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 какой-то, да, или утере какого-то инфрации, какого-то здравого смысла. И бывает сложно. Они поставили себе какую-то задачу, что вот не прощу и все. И, соответственно, болезнь расширяется по телу и, конечно, здесь, кроме как метафизика уже, ну, или психосоматика, как хотите. Вот, то есть здесь сложно через медицинские возможности, да, помогать. Поэтому, конечно, возлюби врага своего и, разумеется, прости. И, ну, простить нужно только себя, да. Понятно, что когда мы в каких-то жизнях себя не простили, умерли, в следующей жизни у нас появляется такое же зеркало, копия нас, ну, почти копия, и с этими же эмоциями. И нам очень сложно еще раз простить себя. То есть мы не выполнили задачу в той жизни и в этой жизни продолжаем играть в эту же игру. Конечно, если вы просите у ангела душевные силы, конечно, он их дает. И вы с помощью этих душевных сил умеете себя простить и помочь еще и другим, да. Ну, иногда первый шаг бывает очень трудно сделать. Я разговаривала с людьми, которым именно согласиться с тем, что нужно простить себя в прошлом и нужно простить соседа, который сегодня зеркало. Это сложно. Ну, вот понимание того, что у тебя внутри не все так просто, и ты очень сложная структура, это понимание дает возможность уже объяснить человеку, что не все, не вся твоя часть, да, она, ну, как бы загрязненная, что ли, да, то есть если ты разделяешься на какие-то части, то есть душа отдельно, тело отдельно, в таком случае есть возможность наблюдать за этими эмоциями и воспринимать, что это твои эмоции, а ты это душа, а душа никаких отрицательных эмоций она не излучала, да, соответственно, просто наблюдатель. И когда ты отделяешь наблюдателя, то ты понимаешь, что тело может быть любой загрязненности, то есть оно может иметь много грехов, условно говоря, грехов, и много негативной энергии. Но это не значит, что этот костюм нельзя постирать. Костюм постирать можно. То есть любое тело можно вернуть в исходную точку, можно сделать его идеальным, высвободить из него все программы, и, соответственно, тело будет хорошо работать. То есть оно прослужит еще долгие-долгие годы для того, чтобы себя реализовать. Вообще, как творцы, приходящие на Землю, люди, в принципе, предназначены для того, чтобы себя реализовать. И узнать о себе самом что-то. Но вместо этого люди на Земле начинают заботиться о своем пропитании или, не знаю, одежде, или еще о чем-то. И начинают думать, где взять материю для того, чтобы как-то существовать и выжить. То есть меняется совершенно, ну, как это, цель меняется, да, у человека. И если меняется цель, то тогда меняется образ жизни. И тогда у человека возникает много всяких разных проблем. Вместо того, чтобы решать, да, человек начинает увеличивать количество проблем. Поэтому, конечно же, да, возлюбить врага это самое главное. Наверное, да. Да, Майкл? Ольга Викторовна, Майкл учился, да. Майкл ушел в Сангейт-центр. Да. Вот. У меня сейчас там начинается новая программа. Майкл Викторовна, смотрите, очень интересный вопрос. И хотелось бы, ну, это, наверное, больше даже мой вопрос. Хотел бы я его задать. Вот есть ангелы, да, есть архангелы и есть ангелы-хранители. Мне всегда в моей жизни, да, я вот скажу так, после смерти матери мне всегда казалось, даже и при живом, при том, когда моя мама моя была жива, вот меня всегда сопровождало благословение моей мамы и даже после ее смерти я чувствую, что присутствует ангел-хранитель. И у меня всегда возникал вопрос, вот есть ангел, есть архангел и есть ангелы-хранители, но вот все-таки есть какое-то отличие между ними. Как ты их, вот можете рассказать чуть подробнее, то есть в этом? Ну, смотрите, ангел-хранитель это существо, которое никогда не отделяется от тела, то есть оно всегда, у нас есть два ангела-хранителя, которые по бокам, да, то есть слева и справа, это они никогда тело не покидают, ни при каких условиях. Они могут отойти, наши ад-два там, да, подняться от тела, если низкая вибрация в теле, но все равно они к телу прилеплены, ну, если так можно выразиться. Наставники. Наставники – это те существа, которые обязательно воплощались на земле. Обязательно. В наставниках остается, могут остаться ваши дедушки, бабушки, либо могут другие наставники прийти, но это обязательно существа, посещавшие третью плотность. Это обязательно. Ваша группа ангелов, она может быть состоять из молодых душ, да, то есть какие-то ваши части, ваше «я» не играло где-то, имеет мало опыта, и, соответственно, фрагментированные вот эти части, они могли получить, ну, недостаточно. Они умеют работать только в чувственном поле, то есть 5-е, 6-е, 7-е измерения, но в третьей плотности они могут, ну, скажем так, чего-то не уметь, да, чего-то не уметь. Поэтому они получают эмоциональный опыт, и они его получат, независимо от того, что они даже никогда не воплощались. Вот, они получают через ваше тело этот опыт. Ну, зато они умеют самые разные какие-то другие вещи, да, они умеют там, значит, для них нет пределов, пределов, да, то есть они могут и в науке, и в искусстве, и сильные во всех энергетических, конечно, практиках, да, то есть там группа и по целительству, и прочее, да, то есть они умеют какие-то другие вещи. Может, картошку они сажать не умеют, но что-то умеют другое, да. Вот, архангелы, архангелы – это совокупность, огромная армия ангелов соединяется в один круг, что можно так сказать, и получается архангел. Но вообще деление происходит наоборот, да, от Творца, то есть Творец разделен на несколько лучей, и каждый луч – это архангел, который, соответственно, и работает с этим лучом, да, то есть он сам и есть этот луч. Поэтому, конечно, лучей много, и, соответственно, архангелов тоже много. Все они предоставляют ту энергию, которая запрашивается, да, то есть в какой момент тебе нужна энергия, значит, ты ее получаешь. Все идет по воле Творца, но тем не менее архангелы распределяющие, как бы, да, курирующие. То, что у тебя в группе еще могут оказаться твои звездные родители, но они прилетают к тебе, просто направляют тебе, дают какие-то знания, вот, и посещают тебя. Посещать тебя могут и твои просто родители, но те совсем на короткое время прилетают, посмотрели, помогли чем-то, подсказали что-то и дальше в свой путь, да. Но все-таки с тобой остаются наставники и учителя, как если у тебя есть особая миссия здесь на земле, то есть ты чем-то занят здесь, то, соответственно, учителя приходят, и они почти всегда с тобой уходят на какое-то короткое время, но дальше они все время помогают реализовывать тебе твои проекты. То есть все, что ты делаешь, они помогают в мыслительном процессе, то есть подкидывают идеи, расшифровывают все твои узелочки, которые тебе нужно понять, то есть каждый раз идет решение какое-то, да. Вот, ну, поэтому вот с этой группой, когда ты живешь, сложнее бывает с чужой группой ангелов. Если это твои дети, то да, конечно, ты зовешь из этой группы кого-нибудь, они прилетают тебе на помощь и тебе помогают, да. Но если это другие люди, то иногда с группой, другой группой бывает сложно, потому что, ну, иногда и конфликты у людей возникают, потому что они не могут соединить две группы ангелов между собой, потому что у каждой свое предназначение, и они могут не понимать друг друга. Ну, один химик, другой физик. И вообще мировосприятие, да, очень разное, и люди, конечно, могут конфликтовать, вот, притираясь, скажем так, да, пытаясь найти общий язык какой-то между собой. Вот, ну, вообще структура человека, она очень сложная, очень. Если начинать разбирать и прорисовывать каждое тонкое тело, каждый кристалл, прорисовывать каждый световой поток, который проходит через тело, это очень сложная конструкция. По отдельности, да, это все прорисовано, но в целом и в общем это очень такое насыщенное, ну, там живого места нет, что называется, да. Вот, поэтому, если человек хочет изучать себя, свою структуру, если ему хочется понять, из чего он и как состоит, конечно, в первую очередь он сначала обращается к своему ангелу, да, который уже направляет его по той дороге, которая подскажет ему в его будущем, куда ему надо обратиться, может быть, что-то почитать, может быть, что-то посмотреть, может где-то там помолиться или помедитировать, либо активировать его прошлые способности, которые, собственно, ему и принадлежат, просто они так в заснувшем состоянии где-то находятся. Если человек удается ему сохранить свой канал, конечно, он его активирует, но мы видим таких людей, которые могут оставить себе канал, и для нас это чудо, да, для нас это, да, такие люди для нас, они удивляют нас. Да, смотрите, Ольга Викторовна, вот как раз, если говорить о теме, да, продолжение, то есть Татьяна задает вопрос, а можно ли просить у ангелов-хранителей как раз-таки выздоровление, то есть вот стоит ли и можно просить именно у ангелов? Выздоровление себя или у другого человека? Ну, здесь конкретики нет, но я так подозреваю, все-таки, может быть, ну, даже, может быть, мы с вами разделим на несколько деталей, да, выздоровление и себя, и, может быть, все-таки близких, да, потому что Татьяна не уточнила. Татьяна, уточните, если есть возможность. То, что вы просите здоровье себе, значит, если просьба поступила, то у ангела есть направление, то есть он дает вам путь и рассказывает вам, при каких обстоятельствах вы заболели, то есть причину дает, да, то есть вы начинаете понимать, по какой причине вы заболели. Как только вы ликвидируете эту причину, естественно, выздоровление наступает тут же, в эту же минуту, да, вот, ну, либо запускается процесс программы обратного, да, реверса. Что касается других людей, вы можете написать намерение и запустить его в это намерение, увидеть здорового своего близкого родственника, да, то есть нарисуйте картинку, отпустите эту картинку. Дух этого человека, он прочитает вашу картинку. Если у него в сценарии игры есть выздоровление, конечно, он и ваша помощь тоже примет, и ваши пожелания. Но если у него в сценарной игре там написан, допустим, быть коллегой, или там быть инвалидом, или быть тяжелобольным, и он это делает ради чего-то, ну, то есть он хочет, да, раздать уроки по-плохому, или он хочет там, у него какие-то контракты с другими людьми, то да, конечно, он останется больным до тех пор, пока он не выполнит свою программу. Поэтому он может принять ваше пожелание и ваше намерение, а может его отвергнуть и сказать, нет, я еще не все сделал, и я пока не принимаю твое предложение. То есть тут по-разному бывает. Татьяна, если все-таки ответили на ваш вопрос, замечательно, если нет, можете еще раз уточнить. Да, конечно. Я перейду сейчас к следующему вопросу. Если я правильно вижу, то это Джулиана. Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, где или в чем находится исходная точка души, как вы сказали? Вот здесь вопрос. Да, понятно. Исходная точка у нас находится между солнечным сплетением, чакрой солнечного сплетения, и позвоночником, где-то посерединке, да. Здесь находится, сама по себе живет душа. У нас есть сознание души, да. Мы ее называем звезда души. Это если вы руку наверх протянули, то там есть соединение меркаба и вашей прановой трубки. Да, вот в этой точке находится звезда души. То есть это там находится сознание вашей души, да. Ну, вашей сверхдуши, наверное, надо так сказать, да, потому что ваше сознание находится у вас в шишковидной железе. Да, это ваше сознание, которое вы перемещаете туда-сюда. Вы можете соединить два сознания, ну да, и тогда у вас будет огромный объем информации. Но здесь надо понимать и ответственность тоже, да. То есть это постепенное, пошаговое такое соединение, скажем так, да. То есть чем чаще вы будете заниматься, чем больше вы будете погружаться в этот мир, тем быстрее вы, конечно, соединитесь. Ну и тогда вы получите, конечно, большие возможности. Ну, что касается духовного сердца, вы знаете, что это с правой стороны. Это кристалл, который дается каждому человеку при его рождении, потому что сейчас принято было решение о том, что кристаллы будут в телах человеческих, да. Ну, раньше их могли как-то по-другому, да, могли в землю посылать. Что касается физического сердца, то там тоже есть такой же канал, прохождение в центр, поэтому можно зайти из двух дверей, да, в свою вселенную. Вы как существо божественное можете заходить и оттуда, и оттуда. Это ваша площадь. Ну, я не знаю, как это сказать. То есть, ваше пространство или ваш мир, или ваша вселенная. Как хотите. Если вы будете во всем этом разбираться, если вам будет это интересно, то, конечно, изучайте. И материалов на сегодняшний день достаточно в интернете. А другое дело, что есть теория, да, то есть та, которая описана в интернете, и есть практика. Ну, для практик уже, конечно, есть учителя, которые приходят и пытаются вам как-то объяснить, да, как нужно, что нужно и куда нужно себя поместить, и что нужно сделать, чтобы вы не путались внутри себя. То есть, чтобы вы точно определили места, где и что находится, да. У нас вот иголочковые железа есть там, где живет ваша личность развивающаяся, идущая вперед, да. То есть наша чувственность обязательно должна быть соединена. То есть, наша чувствительность должна соединяться с нашей божественностью, да. Поэтому, ну, вот иголочковые тоже в рабочие, скажем так, чакры. Ну, вот вроде как основные позиции у человека, да, а все остальное уже касается физического тела. То есть работает на физику. То есть эфирное тело у нас работает на физику, да, астральное тело на физику, ментальное тоже на физику. Смотрите, Ольга Викторовна, очень интересный вопрос. Ну, я думаю, может быть, мы его разберем сейчас как раз-таки и будем уже завершать нашу беседу. Смотрите, при чтении... Так, акафистов, особенно Архангелу Михаилу, меня бросает сильнейший жар. Иногда я теряю слух. В ушах звон, зрение, в глазах темно, и на одну-две минуты это иногда достаточно трудно выдержать. Задает этот вопрос Наталья. Как раз-таки она хотела понять, что происходит в этом случае, в таких моментах. Ну, смотрите, когда-то в какой-то жизни вы решили, что вы больше не будете восстанавливать свою связь с Богом. Ну, я не знаю, что за была игра, но тем не менее, в вами произнесено там какая-то клятва или какое-то, не знаю, правило, там что-то такое было. Поэтому вы всё это заблокировали и уже решили, что, ну, вот это вам больше никогда будет не нужно. Сейчас, когда вы пытаетесь наладить связь, вообще вот этот звон, который в голове, это Ангелы пытаются наладить самые разные каналы, настроить их так, чтобы вы их слышали. Потому что если человек по каналу яснослышания, то все каналы должны работать. То есть вы должны воспринимать всю свою духовную часть, как будто вы слышите рядом стоящего человека. То есть вы должны, восприятие должно быть очень чётким, визуализация должна быть чёткой. То есть если вы в прошлой жизни овладели многими инструментами, то есть знали и понимали, сейчас где-то прошло, я не знаю, почему произошёл сбой, но где-то канал загрязнился. Теперь Архангельский мир, естественно, будет предлагать вам варианты, самые разные для очистки и восстановления этих каналов. Либо вас пригласят где-то на обучение, либо вы будете сами очищать самостоятельно каналы. Не знаю. Но что-то будет происходить в вашей жизни до тех пор, пока вы всё не очистите, пока вы не начнёте слышать, чувствуете, видеть и знать. То есть пока не откроется хотя бы один из каналов. Конечно, будет штормить, потому что вы, видимо, подписали в контракте, что вы будете работать здесь на человечество, на землян, и будете их обучать. И без канала это очень сложно и невозможно сделать. Хоть какой-то канал должен работать, и они пытаются сейчас из вас что-то там сделать, что-то слепить. Поэтому, пожалуйста, просто работайте. Так, в принципе, друзья, надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы. Давайте мы на сегодня завершаем нашу с вами беседу. Поблагодарим Ольгу Викторовну за информативные и интересные ответы. Всех я приглашаю на, соответственно, на курс, вторую стадию курса Ольги Викторовны. Если у вас остались какие-то вопросы, предложения, если вы хотите проконсультироваться, пишите на ей электронный адрес. Да, я указал его в чате. Поэтому рад был всех видеть. И на сегодня с вами со всеми прощаюсь. Всего доброго, всех благ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok